Продолжение следует... И даже я, дорогие друзья, желаю вас до здравы и святого датчика Христова Воскресения. Христос Воскрес! Воищем Воскрес! Христос Воскрес! Воищем Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. То есть поздравляем с праздником Пасхи. Возникает вопрос, а как будет правильно? Поздравить с воскресением Христа или поздравить с праздником Пасхи? И когда мы рассматриваем текст Священного Писания, то вы видите, что когда мы обсуждаем просто с праздником Пасхи, то что заложено в этих словах, в слове Пасха? Это старотание, смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Мы пришли сюда, чтобы молиться, читая Слово Божьей, для того, чтобы нам более обширно знать о смысл данного праздника. Я говорю, это правда не подходит. Мне иногда приходится знать общаться с людьми и интересоваться, насколько люди знают, что такое за праздник сегодня. И, к большому сожалению, многие люди или очень мало знают, или совсем не знают, что такое праздник Пасха. Люди больше всего отвечают, что праздник Пасха нужно купить, листы, хлеб и другие продукты, посидеть за столом, пообщаться, выпить спиртное. И вот это, к этому, сходится праздник. Смысл, подзначение этого праздника, к сожалению, многие люди не знают. Я отвечаю вам, я всегда представляю, праздники есть только христианские и гражданские праздники. И вот я себе представляю, если вы примерно обмечали праздник 9 мая, и если бы кто-то подошел и спросил бы, какой праздник, я отвечаю, они все не знают, просто праздник, но не знают. Это было бы серьезно со стороны этих людей. Я думаю, что это было бы не серьезно. И поэтому, если сегодня люди отмечают праздник, и не знают, что значение праздника, то это, безусловно, просматривается бесстерьезно со стороны этих людей. И это будет, в данном служении, здесь мы ограничили его времени, и за какие-то там 20-30 минут более успешно рассказать об этом празднике, безусловно, невозможно. Я хочу, чтобы знать более успешно, что нужно читать Слово Божье. Нужно убегать Слово Божье. И только именно ущербное понимание праздника может дать только Слово Господне. Мы продергаем, что сегодня праздник Пасхи. А что такое Пасха? Когда мы читаем Слово Господне, это древний письма, древний праздник, который называется Пасхи. И еще до приходов Христа. До Его страданий, до основного стесыня, израильский народ уже отмечал праздник Пасхи. И когда он нам начал отмечать, и кто учредил этот праздник? Иногда мы не говорим, это еврейская Пасха, это наша Пасха, но это не совсем правильное выражение. Тогда именно Господь приводил израильский народ, и Бог учредил этот праздник Пасхи, и назвал это Пасха, когда еврейская, нет, 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 это Господь. Это Пасха Господня. И разъяснил смесь и значения этой Пасхи. Когда приходил израильский народ, он должен был приимен, чтобы приготовить технионки, пресные еды, крови, и нужно помазать в гостяки, чтобы купить им, и разносить их, и святки. И Бог выбил израильский народ. И Бог заповедал израильский народ, чтобы они каждый год праздновали Пасху Господь. И в каком смысле был этот праздник, именно в этом 2 Пасхе, который был дан израильским народом, и вспоминали, как Бог могущество и рукою выиграл израильский народ из земли, что Бог сохранил и семью под поражение. И поэтому израильский народ праздновал этот праздник Пасхи. Но этот праздник Пасхи, это время, Бог праздновал именно кто? Только израильский народ. Те, которые иди преды, иди потомки, иди в раше, иди только не могут праздновать. Именно этот праздник возносит Богу благодарность, что в свое время Бог их отцов выиграл из их еврейского рашества. Но когда мы уже читаем Новый Завет, когда мы читаем Евангелие, когда уже именно Христос ущердил совсем другую Пасху, Новозаветнюю Пасху, она не состражена ни с какими продуктами, абсолютно не состражена. То, что люди знают сегодня заботиться на вот эти хлебы и подобное, это чисто языческая традиция, она абсолютно Библии и не пасхи. Нигде вы не найдете Словы Божьей, чтобы сегодня теми на данном заботить, какую-то хернию подобно и называть эту Пасху, это абсолютно не библейское. Нету в Библии ничего подобного. Иногда люди спрашивали меня, а вы стыдите Пасху? Говорю, нет. Бог, вы тогда не пасхуете, праздник Пасхи. Нет, наоборот, праздник. И люди празднули, так, как именно подмечено на страницах Слово Божьего. И когда мы посмотрим уже на Возрительную Пасху, и, как я уже подчеркнул, она не состражена ни с какими продуктами, абсолютно нет. Пасха, как предоставлено, как уже прочитано, апостол Павел объяснял, когда говорили нам, что Пасха наша не грех свечет и что-то подобное. Абсолютно нет. А что? Пасха наша, Христос, заклад за нас. Вот это должно такое выражение, оно стоит для того, чтобы мы размещали над этим выражением, что Пасхой является именно Христос. Если для нас знательства народа был пасхой, закладный, как неудобный, то для нас является пасхой, закладный кто? Не я, как кто? Сын Божий. И когда мы именно прочитываем эти тексты Священного Писания, мы должны, знаете, поразмышлять, мы должны передадать некоторые вопросы, а кто же он? Тоже сей, сей Божий. А потом, почему именно он принес себя в жертву, на эти тяжелые учения, страдания и смерть? Зачем это нужно? Какое это есть значение? Ведь это пасха, страдания Христа и Руслама и Руслама и Руслама и Руслама и есть это пасха, и именно мы должны праздновать эту пасху. то должны и мы праздновать просто вслепую, ничего не знаем. Нет? Мы должны что-то знать. И поэтому мы, как я уже говорил, мы приблигаем к Виталии, мы приблигаем к Слову Божьему, чтобы знать в смысле и значения этого праздника. И это Бога, с хащеном и сахаром, оно путем будет, оно расставит, что все другие крещики и по божественной справедливости, по божественной справедливости, написано, воздействие за грех, вечная разбудка с Богом. И как бы, чтобы человека с последнего плана происходила, вот это ужасные участие, нужда, чтобы кто-то придется к обженному за грехи людей, кто это сделает. Кто-то с людей, написано, нет, право этого не в том, все согрешили. Написано, что рождается человек уже к греху, гречником, а в святых грехи людей насыка принесется к обженному за грехи людей, уже и обженному недостаточно. Если приносили к жертву и обженному это написано, что этот жертв, и обженному именно живому, она только напоминала, и потом что он не гречный. Но это поможет, что напоминает, что я гречный. А кто же меня освободит от грехов? Кто избавит меня от грехов? Кто спасет меня? И к этому Боже добрый. Тот, кто внес себя в жертву за грехи людей. Бога не было других людей, чтобы спасти человека от пада. Единственный путь у Бога, чтобы спасти именно человечество под вечных учеби это послать Сына Своего в жертву за грехи людей. И к этому сам Христос поставил небо, пришел на эту землю, как он говорит, я сошел с небеса, я пришел с небеса на эту землю. Но зачем пришел на эту землю? Я пришел, как написано в дно, чтобы пронести сверху за грехи людей. И он это сделал. И объявляется пастой. И эта паста уже была только для изранства народа или может быть только заряд для народа? Для всех народов. Эта паста уже, если там была паста только для изранства народа, то возновение паста, она имеет значение для всех людей всего мира. И сегодня мы празднуем разные виды и значения этого праздника, этого страдания, смерти и славы воскресения и воскресения людей на этой земле. С противного текста мы видели, как мы слышали, что именно женщины, не только женщины, люди мешали друг к руку и мешали очень радостно. И когда мы жили это текло моего года, мы не смешили. Радост не просто без страшного, а мешали. Мешали взяли армады, но так чтобы обман за текло тресцать. Но когда мы не спешили, почему не спешили, почему люди бежали, и когда мы рассматриваем слово Господне, мы видим, что и женщины, и ученики Христа, и многие другие, которые любили Христа. У меня вопрос, а вы вот зачастую любить Христа? И когда мы нас черепаем страницу Священного Писания, Христос, который проповедовал истинами Божественными, и когда вот эти ученики Христа и многие женщины и люди наблюдали за Христом, они заметили этот промежуток со стороны Христа, не заметили ни единого права, ни единого чьи, никакого зла они не заметили. Они видели Иисусе Христе, Он совершал только доброе. Он стерял, Он хорщевал, Он домов калу и людям, Он кормил и так далее, и так он обид полюбили Христа. И обид усмотрением Христе, что Христос, Иисус есть и сия, это точно так. И когда Христос на тарел говорил, и говорил, что мы восходим, читая именно другие восемнадцатые христос, Иисусе 12-13 учеников Свои сказал им, вот небосходим мир и самим и совершився все написанное через пророку по сыне человечеству, и попринадут его язычникам, и порубаются на них, и воскорбят его, и убьют его, и любят его, и третий день воскресенье, но они ничего из этого не поняли, слова свердить они сокровали, и они не разумели сказанного. Для меня, как-то немножко узнает удивительно, такие простые сообщения со стороны Христа, и вот эти все люди, апостолы, ученики Христа им не поняли, но как не можно поняли, а почему вы не поняли? А потому что они были настроены на другое. Они правильно поняли, что Иисус есть веселье, написано что восстановить Израиль и воскладить Израиль, это да, истина, и это исполнится в свое время, но они не уверены, что Дяков и Тубан, что Христос восстановить Сашу Израиля он еще не пришел. Они древние не смотрели правильно. Они не смотрели, что все что написано пиво в Христе оно исполняется для спасения рода человечества. И они ничего не поняли. И когда вот эти люди подошли к гробу с намерением помазать тело ароматами, вдруг они видят камень вален стражей не стояло у крова Христа. И еще что удивило привело в страх у них убитый два мужчина, беззнающих протеста. И они поняли, что эти двое мужчин это не земные жители, это не местные жители, и у них столкались. И обратите вот это встреча, что вот эти любимые пандыры, они начали успокаивать, не боюсь. Мы знаем, что мы ищем Иисуса распят. Его нет здесь. Я думаю, когда они сказали, что его нет здесь, и это особенно беспокоило. Но они дальше продолжили. Его нет здесь, вот здесь он воскрес. И что они еще напомнят? Говорит вспомните то, что говорит Христос. А что говорит Христос? Я вам это надо перечислять, что он говорил он, что я встретил его с крестом и назначал встречу с вами в Голибе. И написано где они вспомнят? Меня опять вопрос, не уж ли у всех была такая славая память? Да нет, не памяти и делал. А дело в том, то, что говорил Христос, что он третий день воскреснет, то, что говорил Христос, предполован, оклеван и угощен, в этом они не поверить. И поэтому то, что говорил Христос, они не взяли его внимание. И здесь мы видим, что эти женщины вспомнили слова Христа. Христос не только ученикам святых, Христос не только всем остальным говорил о том, что он третий день воскреснет. А другие люди знали об этом? Да, знали. Свящие и первосвящие и болистья и того времени они знали о том, что говорил Христос, что я третий день воскреснет. Или не знали? Знали. И когда Христос положили его кровь в пятницу и расшвещение и все это поверс вновление приходит Иван в студию и говорит «Мы вспомнили». А что мы вспомнили? Мы вспомнили, что тот как Христос назвал он мальчик. А он когда никого не манул. Николай не манул. Несмотря на то, что Николай никого не манул, его назвали и люди священнослужители назвали кестерапики о мальчике. Мы вспомнили, что тот мальчик сказал, что я третий день воскресе. Поэтому это больше всего сюда подготовлено, что учили мир на его тяло. Вы начали поставить что стражу, приварить капель большую, мне это показалось османом. Это достаточно. Громы привалили камень, поставили боевку, но это достаточно. Я это указал османом. А что они еще сделали? Приглашили гробу печать. Это печать и верю, что Бог не воскресе. Сейчас, когда люди грабят, печатают. Почему? Это печать и верю, они не верят, что все и без исключения своего не воскресе, не предыставлены за жизнь и действовать, а перед рукой предыставлены вечного воскресения. И так тогда сделали вою, рану, печать и хребцию беспокоить. Но это помешало воскресе Христово или не помешало? Не помешало. И точно тогда Христос исполнилось, так оно исполнилось. И когда апостолы проповедовали Евангелем, проповедовали страдания с тем, что воскресили, воскресения, они ссылались не только на словах Христа, что он говорил о премьер, что так будет, и он так страшилось, они ссылались на многие пророчества пророков, когда начинаем лет и завет, и многие пророки за сутни, за тысячи лет рассказывали о чем, о приходе Христа на дизель, предсказывали на какие-то значительные маленькие детали. Я иногда раньше не могу, но зачем такие мелочи, мол, пророков, зачем Бог именно взрывно берет за тысячи лет такие мелочи незначительные, так как то, что придут и читая слово Божье из Горгандинских плюс все то, что было рассказано разными авторами в разных веках, оно исполнилось на 100% в 1-м или на 100%. Оно исполнилось на 100%. И когда вот это все исполнилось, мы можем теперь где Расскор не сказать, что Библия испорник из Горгандинских и Горгандинских абсолютно. В действительности это слово больше. Если пророк с докладой почти за тысячи лет предсказал, что Христос будет предан за 30 с 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 25 или 35, тогда мы не поняли, но точно с исполнилось. Если Пион предсказано то, что Францерин руки и ноги, так он убил. Если Пион предсказано, что будет посадить трепет и верить от его, так где он убил? Если написано, что назначили ему гроб, где? Вместе с Насбольником. А он будет похоронить где? В Болгарху. Так он и в процессе это произошло. Видите, да? Здесь написано, что он будет сразу пострадить ненасбольников. Он будет пострадить ненасбольников, астративных стран. Священное Писание – это Слово Божие. И поэтому очень важно нам понимать и знать главную библейскую истину, что Христос приходил на эту землю для того, чтобы умереть, пострадать за чьи грехи и преступления? За страниними или замыли? Замыли. И для чего? Или говорит, да мне мои грехи мне не мешали, у меня одна была интересная история, там страдал кто-то зоны и грехи не страдает, там страдал кто-то и грехи не мешает, это может быть такое же какое-то наслаждение, но возместный загрех – вечная раздобность Бога. И Батя готовила на деревне Павла и Ангелу Него. И Бог говорит, искриви и любви меня, твою жену, закрепи твои, и послеви за мною, и служи мне, и будешь иметь радость, вечное живание, и вечную жизнь тейте со мной, и ты живи так, как и усматриваешься. Но тогда, я скажу, я никогда именно не знал, подойдет меня куда? Я в моей жизни тебя не видел души, ты вновь меня не ожидался, а теперь, вечности, подойдет меня куда? Там, где говорит, плачь, прежде всего Богу, вверх и кровь. Христос, который напомнит еще один текст, в словах Христа, когда мечтает 5-ю главу Иоанна Георгана, то есть 9-й стиль. Христос сказал для Христова. И следите Писание. Зачем вы живете? Потому что вы думаете, иметь жизнь течную, а у них произписание, свидетельствует, что умеет. Если человек думает, пробудить вечную Богу, если человек намерен иметь жизнь течную, он все должен сделать, и свежий и сами. Изучать, посматривать Богу Господню, как мне жить, как мне поступать. А если человек в жизни вечером не думает? Ему нужно слово Божье. Я ему достаточно разрешить обряд, чтобы посидеть на Словом, выклить, как он может пообщаться. Это достаточно. Ему не любого был для общения. Или это гражданские праздники, или это гражданские праздники. Не имеет значения. Но этот подход абсолютно, знаете, не серьезный. Крайне серьезный. Этому Слову Господь призывает о том, чтобы мы могли подставать истину. Слово Божье призывает, чтобы Бог молил, познать, зачем исток приходил, и какое наше отношение должно быть не Бог. И Слово Божье призывает, чтобы живем у меня на земле, и сделали выбор. Нас Бог ни к чему не принуждает, а к чему не принуждает. Когда он призывался, говорит, и говорит, кто жаждет, и где не будет. Ну а если я так жажду? Это твой Божье. Кто жаждет, говорите, что в Библии, и как в Библии, в Библии, даётся в Библии. Или вечность Богу, или вечность активника Божья. И как в Библии, Господь позволит всех нас, и наших трех слушателей, чтобы к этому вопросу подойти весьма серьезно. Это весьма серьезная истина. И их можно решить только на этой земле. Сатана успокаивает, вы знаете, различные, знаете, объяснения. Ну, там вечности, заготовлены, за тебя помолятся, или свечку поставят. И вопрос есть, если будете на то, чём? И больше, как в сказках. А Слово Божьего, не обратно, что поздно Бог скажет это. Уже никакие свечки, никакие молитвы вашей родственнике, никакие Божьей молитвы вашей родственнике, ничто не издевит ваше уважение. Поэтому пока вы живите на этой земле, решайте, в чатке, делали бы его. Вопрос вечности. Поэтому, тут Господь поздно зовет нас, чтобы нам воспринимать Слово Божие, чтобы нам подойти к этому серьезному, и чтобы нам, приемлемо сне, иметь Христа, своим Богом и Спасителем. И поэтому, сегодня мы, подключая этот праздник, мы благодарим Бога за Его приход, и сновидение, молитвы, на Христово, мы возносили Его фалу и плотару, за то, что Он приходил ради спасения моего. И мы за кричение наше служение, молитвы, наши, расслабленные благословище, нашего Господа. Аминь. Феон Граждан Главное Ч hakkо sec conflant Болифтс Феон Г Outside ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ